Добрый вечер на 12 канале Час Новостей в студии Юлия Кавыршина. Главное сегодня. Битва за остров. Кажется еще совсем немного и зеленый остров станет окончательно необитаемым. Что важнее, спорт или деревья? А мечи и депутаты решают судьбу популярного Омского парка. Приговор, который удивил даже самого подсудимого. Начальника, незаконно заработавшего миллион, оправдали. Требуют перемен. Для меня это скорее памятник архитектуры и географическая точка города Омска, чем место, которое я часто посещаю. Возрождением Омского музыкального театра займется новый руководитель. И пляжи открыли. Ну а то, что официально купаться в Омске запрещено, и над пляжем меряют черные флаги, это мало кого смущает. Как спасатели охраняют отдыха мечей. Зеленый остров хотят вырубить. В этом уверены о мечи, живущие недалеко от парка. Компания «Газпром» готова потратить миллионы рублей, построить на его территории мини-стадион. Почему жители это возмущает? И какое решение примут депутаты Омского горсовета? Народные избранники внесли стройку на Зеленом острове в повестку сегодняшнего заседания. О судьбе одного из самых популярных омских парков Елена Смирнова. Кажется, еще совсем немного, и Зеленый остров станет окончательно необитаемым. Когда-то парк был центром активного отдыха и интересного досуга мечей. Здесь проходила и главная городская елка, и даже однажды приезжал Чешский лунопарк. Каруселем и площадком выстраивались огромные очереди. Сейчас об этом уже мало что напоминает. Аттракционы потихоньку покрываются паутиной. И, видимо, за неимением спроса они не обновлялись уже несколько десятков лет. Катание на них вызывает уже не острые ощущения, а буквально страх за здоровье и даже жизнь. Богом и омечами. Почти забытый парк. Зарос травой пополам с мусором. Не то что кататься, гулять неприятно. Бываем очень редко, но состояние, конечно, оставляет желать лучшего. А что именно? Ну, вообще и аттракционы, и по уборке территории. Стать центром притяжения могла бы новая спортивная площадка. Построить современный мини-стадион планировалось в сердце Зеленого острова. Площадка для мини-футбола, стритбола, волейбола с искусственным покрытием, легкоатлетическая дорожка, а также комплекс тренажеров для подготовки к труду и обороне. Сдача норм ГТО. Цена вопроса минимум 12 миллионов рублей и несколько десятков деревьев, которые пришлось вырубить, чтобы освободить место. Это и началось. Стоит ли стадион вырубки? Мнения мечей разделились. Деревья как-то жалко вырубать. Они годами росли. Нас спрашивать не будут, если что-то их вырубят. Слышал, что будут спиливать деревья там, очищать большую площадку под стадион. Ну, пускай делают все, что нужно во благо для детей. Схожая риторика звучала и в Омском городском совете. По этому вопросу разгорелась жаркая дискуссия. С одной стороны, еще один современный и общедоступный стадион – это благо. С другой, нарекание в адрес мэрии у народных избранников вызвал выбор расположения для спортплощадки. Мол, неужели нельзя было затеять стройку в любом другом уголке парка и обойтись без вырубки деревьев. Но в итоге сошлись во мнении – стадион все же на своем месте. Цели и задачи благие, потому что очень хороший на самом деле «Газпром» будет строить мини-стадион на этой территории парка. И это, наверное, хорошо. Зона далеко от выхлопных газов, рядом река. Спортом заниматься самые хорошие, прекрасные условия. Может быть, где-то можно было и другое место подобрать. Но, как мы сегодня выслушали, что уже есть и продолжаются компенсационные высадки зеленых насаждений. То есть зелень планируется восстановить в прежнем объеме. Депутаты порекомендовали чиновникам уделять больше внимания и тратить больше средств на озеленение и благоустройство города, в том числе парков и скверов. Важная задача – сохранить уже имеющиеся зеленые зоны. И напоминать они должны не заброшенные необитаемые острова, а локации города-сада, покидать который не хочется. В громком деле о черных риэлторах, погубивших сироту ради квартиры, появились новые детали. Напомню, в июле прошлого года 56-летний Игорь Шевелев вместе с тремя подельниками убили собственника малосемейки. А чтобы продать жилплощадь, нашли его двойника. Сегодня во время суда выяснилось, что потерпевший познакомился со своими убийцами в психоневрологическом диспансере. Собственник однушки Евгений Фатеев был соседом по палате с дятем Игоря Шевелева, организатора преступной группировки, которая и спланировала убийство молодого парня. И Фатеев даже передавал соседу запрещенные посылки с сигаретами и алкоголем от Шевелева. Общение с новыми сомнительными знакомыми сирота поддерживал и после реабилитации, и такая дружба стоила Фатееву жизни. Добавлю, вину признали все трое подельника Шевелева, а вот сам организатор свою причастность отрицает. Режим ЧС в Омской области официально снят. Об этом в ходе видеоселектора с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло сообщил губернатор Виктор Назаров. По его словам, уровень воды в Ишиме и РТШ снижается. Сейчас в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта в Устишимском районе. На борьбу с паводком было выделено более 30 миллионов рублей. Напомню, что режим ЧС был введен в регионе 17 мая. Ну а пока спасатели остаются в Устишимском районе, местные жители могут рассчитывать на их помощь, причем всестороннюю. Так на днях сотрудники МЧС помогли появиться на свет малышу. В селе Хутор, дороги с которого остаются потопленными, под угрозой оказались в жизни здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка. Требовалась срочная госпитализация в районную больницу, а это в 30 километрах от села отрезанного водой. Спасателям пришлось оперативно везти молодую маму сначала на вездеходе, а затем на лодке. В итоге женщина была вовремя доставлена в больницу и вскоре родила девочку. Врачи говорят, что с мамой и ребенком все в порядке, их здоровью ничего не угрожает. Впервые за два года несколько десятков сельских школ капитально отремонтируют. На эти цели областное правительство выделит 50 миллионов рублей. Об этом сегодня шла речь на заседании. В рамках госпрограммы развития системы образования Омской области учреждениям будут выданы субсидии на ремонт и обновление материально-технической базы. Но для этого нужно заявиться на конкурсы. Как говорят в Министерстве образования, времени осталось крайне мало. Ремонт нужно начинать уже в июле, чтобы успеть до нового учебного года. Эти работы проводятся будут во всех муниципальных районах. По крайней мере, у всех муниципальных районов есть возможность заявиться и поучаствовать в конкурсном отборе на получение этой субсидии. Поэтому я думаю, что все районы без исключения заявятся. И далее район определяет, на какое учреждение или на какие учреждения сумма будет направлена из регионального бюджета. Вот это поворот. Так, пожалуй, можно сказать о резонансном коррупционном деле, в котором сегодня поставили точку. Начальник одного из отделов Омского УФСИН, которого обвинили в краже миллиона бюджетных рублей, сегодня освободили прямо в зале суда. При этом вину его доказали полностью. Однако тюремной скамьи коррупционера спасла амнистия. О неожиданных поворотах судебной системы Дарья Шадрина. Два года следствия, полтора часа оглашения приговора, результат которого не ожидал, пожалуй, даже сам подсудимый. Коррупционер может быть свободен. На основании пункта 1, частью 6, статьи 302 УКС Федерации, освободитель Автухова, Максима Викторовича, назначен на настоящий приговор о наказании в издании «Октава» унистия 24.04.2015 года и снять с него судимость. До этого момента экс-начальнику отдела Омского УФСИН Максиму Автухову грозило два года реального срока за предприимчивость. Вместе со своими друзьями-коммерсантами глава капстроительства УФСИН сообразили на четверых и придумали нехитрую и весьма прибыльную схему. Пользуясь служебным положением Автухов запугивал своих подчиненных и заставлял их заключать контракты на поставку строительных и ремонтных материалов по заведомо завышенным ценам. А друзья-предприниматели на этих сделках наживались. За год, что работала схема, ведомство переплатило почти 1 миллион рублей. На самом деле именно в сфере закупок данные нарушения встречаются довольно-таки часто, поэтому именно в области, где присутствуют какие-то либо строительные работы, либо предоставление строительных материалов, конечно, довольно-таки часто хищение бюджетных средств. Схема в итоге дала сбой. Следователи возбудили уголовное дело, но Автухову удалось выскользнуть из рук правосудия. Обвиняемый бежал, был объявлен в федеральный розыск. Нашли коррупционера через полтора месяца. Какое-то время он находился под домашним арестом, а позже меру пресечения смягчили на подписку о невыезде. Сегодня, несмотря на то, что его вина все же была доказана, амнистировали. Впрочем, судьба Автухова еще может измениться. В отношении Автухова вынесен приговор и вопрос о том, будет ли обжаловаться данное решение в вышестоящий суд, будет решено в установленной законом сроки. Несмотря на то, что сегодня Автухов свободен, свою репутацию он на всю жизнь запятнал судимостью и как минимум не сможет занимать посты на госслужбе и в органах управления. У Омского музыкального театра, очевидно, появится новый руководитель Борису Ротбергу, который 27 лет занимал должность директора, придется уступить это место. Последние несколько дней в социальных сетях и на страницах интернет-изданий активно обсуждается современное состояние театра, которым исполнилось уже 70 лет. Амичи говорят, что время для театра остановилось давно. Внутри здания до сих пор царит дух Советского Союза. Наша съемочная группа внимательно изучила мнение горожан, что думают Амичи о настоящем музыкального театра и что хотели бы изменить в будущем. Об этом Наталья Бельская. Поздравим Амичей и позавидуем. Этот оригинальный каменный парус в центре Омска – новое здание музыкального театра. Это уникальные кадры из хроники 1982 года. Опера для Амичей. Новое здание, как награду за свои заслуги, получил коллектив, у которого за плечами уже была солидная история. В тяжелые послевоенные годы в Омске было принято решение основать театр музыкальной комедии. На его создание бросили лучшие кадры. К примеру, с хоровой группой работала Елена Калугина, в будущем легендарная основательница Омского русского народного хора. А первым художественным руководителем стал народный артист Саджикской СССР Леонид Исков. Отец знаменитого российского актера, настоящего любимца публики Юрия Ицкова. Омский музыкальный на всех парусах мчался по волнам творческого успеха. 70 лет – своеобразный творческий юбилей. Музыкальный театр по-прежнему как гранитная скала в центре Омска. Только вот волны омечей почему-то проходят мимо. Для меня это скорее памятник архитектуры и географическая точка города Омска, чем место, которое я часто посещаю. Иногда хочется. У девушек в гардеробе у многих есть какие-то платья, наряды, которые просто не знаешь, куда одеть. И почему-то даже в голову не приходят взять и пойти в музыкальный театр. В судовом журнале этого мощного корабля музыкального театра навсегда остались фестивали, панорамы музыкальных театров, выступления мэтров, оперного и балетного мира. Паты Бурчуладзе, Монсеррат Кабалье, Николай Цискоридзе. Вроде бы в репертуаре и сегодня балет, мюзиклы, опереты, спектакли для малышей. Но даже у постоянных зрителей к работе администрации театра возникает масса вопросов. Может быть рекламы побольше, потому что мало кто знает в какой день и когда, какой спектакль идет. Я вот долгое время не была в театре и немножко у меня настало разочарование, когда я зашла в сам театр. Он уже, конечно, устаревшее здание. Но если я думала, что будет спектакль такой же плохой, я вообще расстроюсь. Но спектакль мне очень понравился. Еще большая дискуссия о современном состоянии музыкального театра всколыхнула интернет. Настоящие баталии развернулись в социальных сетях и на страницах онлайн-изданий. А мечи, не стесненные камерой, высказывались порой жестко. Когда же, наконец, музыкальный в Омске станет современным, идущим в ногу со временем театром? Сколько еще мы, зрители, должны терпеть и ждать перемен в этом театре? Это полный совок в плане репертуара, в основном советско-драматического кинематографа, так и в плане зала. Театр устарел. Репертуар Аховый. Зал полупустой на спектаклях. Все логично. Театр остался в 80-х-90-х годах. Критика разнообразна, но и мечи едины во мнении театру нужные перемены. На федеральном региональном уровне разрабатываются системы грантов, но чтобы их получить, надо работать и доказывать, что ты лучший и любим публикой. За зрителя тоже нужно бороться. Гремит на всю Россию Краснодарский театр балета Юрия Григоровича. О коллективе, созданном с нуля в городе, где никогда не было балета, говорят и у нас в стране, и за рубежом. И вполне вероятно, эта буря, в которую сейчас попал Омский музыкальный театр, возможность вдохнуть жизнь в его паруса, вовлекая мечи уже в творческие, а не околотеатральные водовороты. Наталья Бельская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. И сегодня эксклюзивное интервью нашей телекомпании дал вице-губернатор Омской области Владимир Компанечко, в который, и случай-то, пожалуй, беспрецедентный, не побоялся начать открытую дискуссию в социальных сетях о состоянии дел в музыкальном театре. По словам высокопоставленного чиновника, важно было узнать мнение рядовых омичей. Как оказалось, оно во многом схоже и с представлениями самого вице-губернатора о проблемах музыкального театра. Так какие изменения ждут коллектив, выясняла Наталья Бельская. Владимир Борисович, на моей памяти вы первый столь высокопоставленный чиновник, который в социальных сетях поднимает острую проблему. Перемены в музыкальном театре все-таки грядут. И, насколько я понимаю, они коснутся руководства. Мы направили вчера, но не мы, конкретно Юрий Викторович Трофимов, министр культуры Омской области, подготовил. Получай, насколько я знаю, оно сегодня поступило в музыкальный театр. Письмо официальное с предложением Бориса Львовича Ротбергу стать президентом театра, соответствующим функционалом. Мне кажется, это позволит и ему все наработанное сохранить в театре свое видение, иметь возможность доносить, сцементировать коллектив, в конце концов. И в то же время за счет назначения нового директора, которого мы планируем подбирать в рамках открытой конкурсной процедуры, дать еще и возможность театру зайти в какие-то перемены. Я пока не знаю, как он ответил. Вчера у нас был с ним не очень простой разговор. Как мне показалось, он негативно отнесся к этому предложению. Но есть официальное письмо, если мне память не изменяет, мы попросили дать Борису Львовичу ответ, срок до 5 июля. Если он согласится, конечно, для нас это будет лучшим выходом из ситуации. Но не согласится, это его выбор. В любом случае, в соответствии с действующим законодательством, процедура, связанная со сменой руководства, будет произведена. Есть какие-то конкретно кандидатуры, которые займут пост директора музыкального театра? Нет, я даже не готов их обсуждать, потому что мы прекрасно понимаем, насколько сложный этот театр. И по объему накопленных проблем не каждый возьмется. С другой стороны, пожалуй, я не веду кого-либо в заблуждение, сказав, что, наверное, театр с большим коллективом на Сумской области все-таки 400 с лишним человек, не только актеров, но и других работников, это очень серьезный коллектив и очень непростой. И очень важно, чтобы коллектив принял того человека, который будет потом дальше с этим коллективом работать. Сейчас в прессе активно муссируется вопрос о финансировании музыкального театра. Оно, конечно, недостаточно. Ну, просто исходя из того, что при соответствующем финансировании он бы, конечно, имел другой и внешний, и внутренний вид, и зарплата у актеров была не та, которая долгое время не повышалась. Но все-таки это сто с лишним миллионов рублей ежегодно, бюджетных средств, которые выделяются. Другое дело, что во многих других учреждениях культуры помимо бюджетных средств, очень серьезная доля вне бюджета. И она действительно по филармонии доходит до 42% по итогам прошлого года. Очень серьезное вне бюджетное поступление в драматическом нашем театре. Насколько важно даже в сфере культуры уметь продать свой продукт? У нас есть возможность получать, если соответствует то или иное учреждение культуры соответствующим требованиям, получать гранты из федерации. Мы надеемся, что получим в этом году порядка 70 миллионов, если память меня не подводит, на финансирование Омского народного хора. У нас порядка 26 миллионов рублей грант на драматический театр. Здесь вопрос про изменение не репертуара, я так этот вопрос и видел, и так его и ставил. Изменение подходов к управлению и к поиску в сложных финансовых ситуациях, ограничения бюджета, каких-то нестандартных вариантов получения дополнительных доходов. Продолжаем выпуск. Омск премию мэра сегодня вручили активной молодежи Омска. За все 12 лет существования именно в этом году было зарегистрировано рекордное количество участников 70 человек. Все они представили социальный проект от участия в региональных студенческих играх КВН до создания волонтерских обществ и отрядов добровольной дружины. Помимо самой премии на торжественном приеме вручили и благодарственные письма руководителям и специалистам бюджетных учреждений, лидерам детских и молодежных организаций, а также студентам за активное участие в проведении общегородских мероприятий на протяжении всего года. Молодежь себя проявляет, что называется, не то чтобы по-взрослому, но очень зрело, очень активно и индивидуально, но чаще всего в каких-то общественных проявлениях, в социальных проектах. В этой части они очень быстро, так сказать, объединяются, очень как-то живо генерируют всякие программы, проекты и активно двигаются. Получили свои дипломы и наставники, преподаватели Омского технического университета и колледжа профессиональных технологий. Добавлю, что торжественную церемонию приурочили к Всероссийскому дню молодежи. Впервые же конкурс на соискание премии мэра был проведен в 2005 году, и его победителями за все это время стали более сотни молодых творческих омичей. И смотрите далее в нашей программе. Пляжи открыли. Ну а то, что официально купаться в Омске запрещено, и над пляжами реют черные флаги, это мало кого смущает. Как спасатели охраняют отдых омичей. И отправят по второму кругу. Трасса сибирского международного марафона существенно изменится. Сотрудники МЧС выходят в пляжный дозор. До 2 июля спасатели будут вместе с полицией и волонтерами инспектировать пляжи и дикие, и официальные. И проверять, как отдыхающие соблюдают правила безопасности. Денис Жарков отправился вместе со спасателями в первый рейд по РТШ и выяснил, где отдыхать безопасно, где не очень. И правда ли, что несмотря на официальный запрет, купаться в РТШ все-таки можно. Пляжный сезон в этом году начинается позже обычного, и причиной тому паводок. А лето очень жаркое, и в зной так и тянет освежиться. Можно всюду таскать с собой вот такой пульверизатор и пользоваться им при необходимости. Можно не ограничиваться полумерами и окунуться в прохладные воды РТШ. Ну а то, что официально купаться в Омске запрещено, и над пляжами реют черные флаги, это мало кого смущает, и даже сами спасатели относятся к купальщикам снисходительно. Выгонять людей из воды никто не будет, достаточно того, что за ними следят матросы-спасатели. Даже здесь, на Первомайском пляже, еще официально закрытом, дежурит сотрудник МЧС. К купальщикам главное помнить, не зная броду, внесусь в воду, ведь ее воды во время паводка натекло немало. Глубоководный Иртыш, глубоководные малые реки по всей территории Омской области, глубоководные озера и основные, которые у нас большие в Куртинском районе, да и мелкие. И котлованы, которые непонятно когда и как и зачем отрывались, они тоже полны водой. Поэтому глубоко дно неизвестное, нужно принимать все меры предосторожности. Конечно же, исключить купание в необорудованных местах. В воежж по оборудованным и необорудованным местам сотрудники МЧС сегодня отправляются вместе с журналистами. По ходу движения инспекторы проверяют в порядке ли документы у встретившихся судоводителей и на пляж. С отдыхающими разговор короткий. Вручили листовку, напомнили элементарные правила предосторожности и пожелали хорошего отдыха. А мечи и правда не жалуются. Все необходимое на пляже есть. Границы зоны отдыха обозначены. Для детей оборудован лягушатник. Мы купаемся. Здесь очень хорошая охрана. Ребята, замечательные мчейстники, которые охраняют здесь. Они постоянно здесь курсируют. Трудолюбивые маячки поставили вчера. Единственное, недостаток. Просто надо территорию пляжа убрать. Опытный пляжный спасатель Александр Ильич Каваха с биноклем не расстается. Если кто-то начнет тонуть, из-за ветра криков не будет слышно. Только благодаря зоркой оптике можно понять, что очередной купальщик переоценил свои силы и уже их теряет, не сумев совладать с мощным течением. Доплывают забуи туда, обратно не могут доплыть. Течением уносят, течение сильное. Я вот троих в ту прошлую смену вытащил, привез к берегу. Но в прошлые годы, да, спасали. Приходилось там. Парня вытаскивали. Тоже он захлебывался. Приходилось нырять, то есть с моторной лодки сразу бросаться за ним. Но вытащили, все хорошо, живой. С берега кажется, что до буйков рукой подать, но это оптический обман. До них метров 30 с лишним. Их глубина больше двух метров. Хорошо еще, что нет валунов, которые могут удариться на рельщики и потерять сознание. И ям. А вот на диких пляжах такие ловушки вполне могут подстерегать отдыхающих. К сожалению, хочу констатировать, что на территории Омской области вот на данный момент у нас уже 31 несчастный случай с гибелью людей на воде. По сравнению с прошлым годом у нас 35 человек. То есть вроде бы как снижение с одной стороны, а с другой стороны вот имеем то, что имеем. Львиная доля этих происшествий пришлась как раз на конец весны, начало лета. Гибнут люди только не в санкционированных местах отдыха. Как правило, дети тонут из-за недосмотра, взрослые из-за купания в пьяном виде. Все такие пляжи спасателям известны, стоят на контроле и регулярно проверяются. Но уследить за тамошними отдыхающими невозможно. Поэтому о мячам стоит помнить, чем они рискуют, выбираясь на дикий пляж. Денис Жарков, Вадим Насардинов, 12 канал. А далее на 12 канале новости спорта. О них расскажет мой коллега Алексей Дарив. Привет, Алексей. Привет, Виль. Алексей, насколько я знаю, в Омске в эти дни проходил крупные турниры по БМХ спорту. Правда ли, что на нем можно было увидеть гонщиков, которые выступали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро? Ну, чистая правда, действительно, турнир представительный международный прошел в горках. Это так называется трасса, которая в поселке Ростовка. И среди тех гонщиков, которые приняли участие в соревнованиях, да, были те, кто отстаивали спортивную честь России на Олимпийских играх 2016 года. Я чуть подробнее расскажу об этом попозже, а начну через пару секунд с других новостей. Омичи вошли в топ-5 лучших команд парасибириады 2017 в Иркутске, где сильнейших в легкой атлетике, пауэрлифтинге, настольном теннисе, шашках, волейболе Сиде и Дарси выявляли атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата. Участниками состязаний в Иркутске стали порядка 110 атлетов из 11 регионов Сибири. Каждый регион мог делегировать на парасибириаду под 10 спортсменов, однако в заявке Омской области оказалось 8 человек. В последний момент в нашу команду по личным причинам не вошли еще 2 человека, но и без них ребята показали очень достойный результат. На их счету 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды. Слабой стороной нашей команды стал волейбол Сиде, в котором мы пока новички. Зато удалось взять свое в легкой атлетике. Здесь Амичам вручили командный кубок за второе место. Трасса сибирского международного марафона в этом году претерпит существенные изменения. Связано это как с предстоящим закрытием юбилейного моста, так и с желанием организаторов забега сделать его более зрелищным. Многолетний опыт проведения СИМ показал, что наиболее эмоционально стайров поддерживают болельщики в городке Нефтяников. Именно здесь теперь и пройдет большая часть дистанции основного забега на 42 километра 195 метров. Его участники пробегут два круга, а вышедшие на старт полумарафона один круг. Такая практика широко распространена при организации марафонских трасс в других городах. К примеру, в нашей стране именно так бегут участники марафона в Казани. Старт и финиш омского забега по-прежнему состоятся на Соборной площади. Беговой праздник в этом году пройдет 5 августа. В поселке Ростовка на трассе международного стандарта завершили соревнования по велоспорту BMX Омск Оупен. Выступавшие там спортсмены представляют элиту этого вида спорта в нашей стране. Так, в омском турнире выступили участники Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 Ярослава Бондаренко и Евгений Комаров. А также призеры международных и всероссийских стартов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, Брянской, Омской областей и других регионов. Амичи традиционно числяются среди фаворитов российского BMX. Стоит лишь сказать, что главным тренером сборной России по этому виду спорта является Амич Павел Костюков, а Евгений Комаров, выступающий сейчас за Мордовию, является воспитанником именно Омской школы BMX. На Омск Оупен выступали 49 гонщиков. Заезды были весьма интересными и во многом непредсказуемыми. Так, единственный россиянин на Олимпийских играх 2016 Евгений Комаров в первой элитной гонке лишь замкнул тройку призеров, пропустив вперед Константина Галямова из Омской области и Александра Катышева, а во втором занял только восьмое место. У женщин в классе элита лучшие результаты показали Наталья Суворова, Светлана Адмакина и Ярослава Бондаренко, которые в двух заездах менялись местами. Единственная россиянка на играх 2016 Бондаренко была третьей и второй соответственно. Стоит отметить, что сильнейшие спортсмены страны, участвовавшие в Омск Оупен, пока с отъездом в свои регионы повременят, поскольку уже на этой неделе там же на трассе в Ростовке пройдут заезды чемпионата и первенства России. Здесь велосипедисты сразятся не только за очки UCI, но и за титул чемпиона России 2017 года. Первый старт запланирован на 30 июня. Вот собственно и все, о чем я успеваю сегодня рассказать. До встречи завтра. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Впереди прогноз погоды. Реклама будет короткой. Евроокно Стандарт. Окна для вашего дома. 700-007. Скажите, а где тут салон красоты? Точно справок не дает? Точно. Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальные информации о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным, работает оффлайн. Девушка, а вам точно охрана не нужна? Ковка. 509-017. 509-017. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены. Такарочок цыпленка-бройлера 89 рублей за килограмм. Гречка-увелка. 400 грамм 45 рублей. Икра из кабачков золота глобуса. 500 грамм 34,90. Низкоцен в Горьковском. Наш любимый магазин. Клибридерм, сироцин. А плечей номер один. И о погоде. Завтра, 29 июня, ожидаются дожди. Возможны грозы. В области ночью плюс 16-19. Днем 21-25 градусов тепла. В Омске плюс 17-20. В ночные часы и до плюс 28 днем. Ветер западный. 3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Таковы новости этой среды. С ними познакомила Юлия Кавыршина. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова